Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаю говорить о ситуации конца 80-х, конца 90-х годов, которые сложились в сфере регулирования государственными и частными телекоммуникационными компаниями. Работая на гостелерадио Казахской ССР за очень короткое время, я поняла технические, организационные и социальные проблемы этого института информационной власти, оказывающие колоссальное влияние на мировоззрение граждан Казахстана. У телевидения в то время была масса проблем, которые заключались в технической отсталости, в низкой оплате труда сотрудников, слабой квалификации телережиссеров и других сотрудников. В общем-то, эта ситуация сложилась из-за того, что с распадом Советского Союза телережиссеров готовили, это был единственный на Советский Союз институт, если я не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге, ну, раньше в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, который готовил профессиональных телережиссеров. И вот новое поколение уже после распада Советского Союза, я даже не знаю, не в курсе, где оно потом, скорее всего, уже система образования Казахстана перестроилась и стали обучать подобные кадры. Но в то время это была проблема, это был дефицит высоко квалифицированных ряд профессий для телекомпании и радиокомпании. В то время на телевидении и радио работала довольно сильная плеяда литературных, музыкальных редакторов и журналистов. Гадильбек Шалахметов, Сагат Ашимбаев, Журсин Ерманов, Светлана Татенко, Игорь Мельцер, Дугеш Баймбетов и многие-многие другие. Я сейчас, к сожалению, не назову, потому что прошло много лет, но я была счастлива вспомнить вот этих замечательных людей и с точки зрения профессионализма. В то время редакция испытывали дефицит студийных помещений, цифрового оборудования, испытывали проблемы в связи с ограниченным финансированием. Техническая отсталость, низкий уровень социального обеспечения и оплаты труда для сотрудников телевидения, плюс дефицит рабочих мест. Все это также негативно повлияло на приток молодых кадров. Командировки были редкими, программы превратились в унылое однообразие. Государственное телевидение стало терять популярность у зрительской аудитории. Территория Казахстана огромная и неоднородная. Из-за вышеперечисленных проблем на республиканском телевидении существовала некая такая однобокая картина жизни республики в сеченном таком масштабе. Не существовало единого информационного пространства Казахстана. Но еще сохранялся хороший уровень теледокументалистики, были качественные литературные программы. Вот что я всегда с горечью вспоминаю, что исчезли с телевидения трансляции, спектакли, балета, оперных спектаклей, драматического театра. И исчезли трансляции, качественные трансляции, спортивных мероприятий, которые проходят внутри Казахстана. И вот в то время это было. Об этом стоит только теперь вспоминать. Ну, допустим, шли, понимаете, вот когда в регионах, значит, ну даже в дальних, отдаленных каких-то населенных пунктах от столицы республики люди могли на своих телеприемниках, телевизорах и радио слушать концерты классической музыки в самом высоком профессиональном качестве, быть соучаствовать или быть причастными к той культурной жизни, которая велась в столице республики. Не знаю, откровенно сказать, как это сегодня организовано или только праздничные и юбилейные концерты к датам великих, в кавычках, людей, которые находятся у руля власти. Но не знаю, это вам виднее, потому что я, живя в Швейцарии, откровенно сказать, не вижу телевидения Казахстана, потому что для этого, наверное, может быть что-то надо специальное приобретать. В интернете тоже не выкладывается широко, мало информации. И в отличие от российских, тех же украинских, украинских и других республик Казахстан широко, можно сказать, свободно не присутствует в информационном поле в Европе. У нас, наверное, не хватает финансирования, причины нам всем известны, куда деньги уплывают. И так в конце 80-х народ стал требовать гласности и рыночных реформ. В это же время я начинаю буквально с нуля создавать свой бизнес. Для начала надо было зарегистрировать малое предприятие, тогда появилась такая законодательная возможность. Вы помните, это было время кооперативов, ну и вот появились малые предприятия, которые, к счастью, людей появились для нас всех. Поначалу с этим было непросто, так как советская бюрократия все еще сидела в местных органах власти и не совсем понимала, она еще не перестроилась от всех вызовов времени. И, значит, в связи с этим происходили всевозможные казусные ситуации. Бюрократия везде бюрократия, но в то время она была не такой цивилизованной. И, возможно, вот именно переходный период 90-х, начала 90-х годов, конца 80-х, начала 90-х. И вот все это нужно было преодолевать. Таким образом, на первом этапе моей задачи была регистрация частной видео-аудиостудии по производству видеопродукции. Судьба привела меня в Московский районный совет города Алматы, на территории которого мне удалось договориться об аренде помещения. Заседания комиссии по регистрации частных предприятий тоже проходили достаточно редко, по-моему, максимум два раза в месяц. Значит, надо было обязательно регистрироваться по месту прописки помещения, в котором должно находиться малое предприятие. В это время, поразмыслив над всем тем, чем бы я хотела самостоятельно заниматься, я решила, что мне все-таки интересно снимать документальное кино. В связи с этим появилась первичная идея, которая так и не состоялась. Это студия документального кино, видеофильма и так далее. Таким образом, я и пришла в Московский районный совет. В то время образцы учредительных документов и уставы малых предприятий, и весь процесс оформления, это было, можно сказать, на зачаточном уровне. В общем-то, советские люди не имели даже опыта пользоваться услугами банков, и не было таких банков. И вот нужно было, значит, освоить все это новое, и зарегистрировать предприятие, открыть счет в банке, найти вот это помещение, еще потом найти техническое оборудование, научиться брать кредиты или лизинги, вот что сделала я на первом этапе. Всему этому надо было обучаться. Ну, благо, у меня было все-таки высшее экономическое образование в техническом ВУЗе. Подчеркиваю, в техническом, потому что это тоже большая разница. Пять лет обучения в институте, в итоге получить профессию экономика и организации, организации производства гидротехнических сооружений. Все-таки это строительство, расчет строительства, экономический расчет или бизнес-план строительства, как сейчас называют, гидротехнических сооружений, гидростанций. Это довольно серьезное образование было, техническое. И это мне помогло. Потом, когда я пришла работать на телевидении, я училась в институте культуры и защищала по телевидению кандидатскую диссертацию. Ну, это вот, чтобы сразу снять вопросы, почему, значит, я все-таки занималась дальнейшими вопросами телевидения. К тому же, со стороны правительства не было организовано на тот момент через средства массовой информации никакой просветительских, никаких образовательных, обучающих каких-то программ, которые бы подетально объясняли бы и разъясняли людям, как это сделать, где взять документы, как зарегистрировать, какие новые возможности, в принципе, у граждан независимого, то есть, ну, тогда еще не было независимости, это 90-й год, ну, как бы, у государства, у страны, у большой страны, которая объявила курс к рыночной экономике, как вот в этих условиях рынка действовать, что делать, и люди потерялись многие. Не буду вас утомлять разными подробностями, значит, расскажу об одном забавном. Простите, значит, расскажу об одном забавном случае, который произошел при первой моей попытке зарегистрировать малое предприятие в Московском районном совете Алматы, председателем которого был, вот как очень хорошо запомнила, Исенгильды Макужанов. В небольшом конференц-зале, значит, все-таки заседания были редки, и собралось довольно приличное количество соискателей на регистрацию собственного малого предприятия, которые вот в тревоге ожидали председателя, и в кулуарах говорили, что он, кажется, не регистрирует в общем порядке, а он, значит, имеет такой избирательный подход, и поэтому люди волновались. Потому что от субъективного решения вот этого председателя районного совета зависела, собственно, судьба бизнеса собравшихся новых бизнесменов. Ну, в принципе, нужно было, зависело все это вот от той печати, которую нужно было поставить на учредительных документах. И, конечно, все были в тревоге, ожидали, в каком настроении, значит, появится вот этот чиновник. Дошла, значит, вот всех поднимали, как студентов, аудиторию, вот он поднимал и допрашивал. Вот дошла очередь до меня. Ну, вот прямо как студентка, как школьница, значит, пришлось отвечать. Председатель совета, значит, Макужанов стал мне задавать вопросы, чем будет заниматься вот моя творческая студия видео-аудиозаписи. На что я ответила, что будет производить видеофильмы, и, ну, значит, а за счет чего будет, значит, она существовать, эта видеостудия, я говорю, за счет, значит, производства видеорекламы. Он опять задает вопрос, а кто же их будет покупать, значит, так скептически он говорит. Я ему говорю, ну, клиенты. И вдруг он смотрит на меня с таким, знаете, каким-то удивлением, как вот не совсем соображающего человека, на человека, который не совсем вполне, значит, что-то соображает, и он мне говорит, я не уверен, что у вас будут клиенты. Моему району убыточные предприятия не нужны. Ну, и я делаю попытки объяснить ему что-то, и он мне говорит, все, свободно, в моем районе вы не будете зарегистрированы. Вот так и состоялась, значит, первая регистрация осенью 90-го года. Значит, вот представляете, я еще в 89-м году начала, значит, деятельность. Ну, все это было в каких-то таких помещениях и в приспособленных, значит, можно сказать, в салоне автомобиля, который я арендовала. Тогда были очень популярны кооперативы транспортные, транспортные кооперативы. И там подчас работали, ну, очень образованные люди, которые потеряли работу в связи с реформами горбачевскими, значит, и так далее. И дальше, что происходит, значит, нужно было, значит, ну, в общем, искать другую возможность или отказаться вообще от идеи. Ну, как оставалось только, вот, как говорится, веселить друзей с рассказами о анекдотических вопросах председателя, который проводит свой личный отбор и решает, какому бизнесу быть в его районе, а какому не быть. Ну, я думаю, что впоследствии, в принципе, это хороший, очень хороший, замечательный человек, но мы даже как-то потом жили недалеко по соседству, но в то время он просто не был готов, не был готов, возможно, слишком ответственно, чрезмерно ответственно подошел вот к решению вот тех задач, которые он должен был как бы осуществлять. Значит, ну и что оставалось делать? Не регистрировать же киоск по продаже алкоголя, табага там или какой-то игровой, или салон игровых автоматов, что очень прибыльно и чтобы зарегистрировали, возможно, в этом районе. Значит, и вот время шло, аренда помещения была, ну, была оплачена, это уже убытки были, а компания все никак не зарегистрирована. Ну, я, конечно, была расстроена, но решила сделать еще одну попытку в советском районе города Алма-Аты. Мой водитель из автокооператива, услугами которого я пользовалась в прошлом, был заместителем ректора научно-исследовательского института. Он подал мне идею договориться об аренде заброшенного полуподвального помещения вот одного из институтов. Возможно, мои бывшие коллеги по телекомпании ТАН не помнят это первое помещение телекомпании ТАН по улице Кабанбай-Батыра. Ранее это была улица Калинина, недалеко, раньше это недалеко от кинотеатра Целиной. Сейчас, простите, давно уже не живу в Алма-Аты, не знаю, что там осталось на этом месте. И вот в этом офисе работал первый коллектив телекомпании ТАН. К слову сказать, моей помощницей тогда была Разлана Таукина, которая только что переехала, она, по-моему, как раз-таки с западного Казахстана, по-моему, как раз-таки вот с этих нефтяных городов, где проходили митинги. И она приехала с семьей, и за нее, принять ее на работу, попросила меня Жебека Мирханова, председатель Дома дружбы. Тогда был такой Дом дружбы, потому что... Ну, в общем, попросила, не буду отвлекать внимания, вот она совершенно из другой сферы попала. Она короткое время работала, потом, значит, что ей дало запись в трудовой книжке, что работала на телевидении. Далее она уже вместе со своими другими коллегами создавала свое телевидение. И я просто очень рада, что, хоть она, наверное, и не упоминает, и мало кто это помнит, что она все-таки в Алматы начала, значит, трудовой путь в телевидении именно с телекомпании «Тан». Там много работало, много других молодых редакторов и журналистов, которые впервые пришли на телевидение, потому что с кадрами было, значит, довольно напряженно. И мной были приглашены, как бы, молодые преподаватели, можно так сказать, Казахского государственного университета на работу. Это были грамотные люди, и, в принципе, значит, они легко осваивали азы новой для себя профессии. Они владели, допустим, экономическими знаниями или еще что-то в свете новых требований, которые необходимы были для журналистов, потому что журналисты старой информации, они, конечно, уже освещать рыночную экономику или новые политические какие-то перемены, им еще нужно было перестроиться. Поэтому на тот момент работали только молодые, в основном молодое поколение и журналистов, и ведущие новые лица, которые, значит, совершенно не имея этой профессии, начинали с телекомпании там, потом они работали и в Хабар, и на КТК, и в других, и сейчас работают. И сделали, ну, многие люди сделали прекрасную карьеру, я этому рада. Значит, не очень, правда, приятно, когда они, проводя линию партии Нуратан и президента Назарбаева озвучивали все эти фальшивые ложные обвинения против моей семьи, меня и Виктора Вячеславовича Храпунова. Но это другой вопрос. Другой вопрос – это вопрос общей, наверное, какой-то деградации, которая за 30 лет стала происходить в профессиях, связанных со средствами массовой информации. Значит, вернусь к тому, что хотел сказать. Председатель Советского районного совета тогда был, значит, им был Владимир Жуков. Он, значит, был более продвинутый, видимо, и имел при райсовете структуру, которая оказывала помощь в регистрации частного бизнеса. И в этот раз, без всякого фейс-контроля, со второй попытки была зарегистрирована телекомпания ТАН в декабре 1990 года. И в 1991-м она уже начала вещать на город Алма-Ату и Алматинскую область совершенно самостоятельно, не используя никакой технической базы телеканалов связи, метровые диапазоны, которые, значит, использовала КТК и алматинское телевидение, потому что, значит, я совершенно вот в условиях Алматы была обычным человеком, которая, значит, я была в первом браке, и у меня было двое детей. Моя семья переехала... Вот лично я приехала сразу после декабрьских событий, а мои родители переехали в Алматы немного за годя. И, значит, мой папа... Значит, мы... Я со своей семьёй прожила в Южном Казахстане, в городе Тарас, значит, раньше в городе Джамбул, ныне Тарас, более, ну, 18 лет. Мой отец заслуженный строитель Казахской ССР, он работал зав. отделом по строительству обкома партии джамбульского, но до этого он работал первым заместителем, значит, как это называется, наивно, председателя госстроя, джамбульского главка, главк строя, главк Ратаухимстроя, вот всё правильно сформулировала. И, значит, работал, потом работал заведующим обкомом по строительству, и после, значит, был приглашён в Алмату на должность большую, но тогда, значит, нужно было вносить какие-то большие суммы, которые... Мой отец честный коммунист, значит, жили мы скромно, единственное у нашей семьи всегда было качественное жильё, так как и папа платил 50% кварплаты, потому что, как заслуженный строитель Казахской ССР, тогда это было важно, их было всего четверо в Казахстане, по-моему, таких людей, которые принимали участие во всех этих строительстве промышленных объектов, в том числе и Байконура, и вот он имел такую льготу. Ну, а далее он снова вернулся в главк Ратаухимстрой, и уже, значит, в конце 80-х он был приглашён, значит, на работу в Минтишстрой Казахской ССР, и там уже, значит, когда были реформы в конце 80-х, и, значит, все главки, и министерства многие были расформированы, и вот далее он работал в Политехническом институте. Это моё такое незапланированное отступление, я просто, значит, хотела сказать, что вот я приехала, потому что, значит, в нашей семье всего три сестры, и я оставалась в Джамбуле, в Таразе, тогда одна с двумя детьми, а, значит, и мне нужно было, мне очень хотелось быть рядом со своими родителями. И вот этот мой переезд, я к чему начала говорить, не было никаких связей ни у моих родителей на тот момент, потому что сразу же мой папа практически через короткий период потерял работу, значит, из-за реформ, которые провёл Горбачёв, и потом, значит, я, когда приехала, тоже не могла найти работу, потому что в основном безработами оказались именно специалисты моей профессии, экономисты после расформирования госпланов, и всяких научных исследовательских институтов, если вы помните, тоже были расформированы. И вот именно вот такая образованная интеллигенция оказалась на улице в те годы. хорошо, что кто-то смог в новых условиях найти себя, создать бизнес, но мы помним, как очень много людей сидело на рынках и создавало и формировало свои стартовые капиталы, и далее уже потом они стали крупными бизнесменами. Это был такой период. И это было, можно сказать, очень интересное время, которое сейчас можно вспоминать, тогда, конечно, было нелегко и трудно всем. Но жизнь тогда для меня молодой, все-таки бела ключом. Частный бизнес по всему Казахстану стало появляться как грибы после дождя и нарастала недобросовестная конкуренция. Вот нарастала недобросовестная конкуренция, я говорю о средствах массовой информации, конкретно о телевидении. частным телеканалам приходилось конкурировать с государственными телекомпаниями, которые в отсутствии регулирующего их деятельность законодательства, получая стопроцентное государственное содержание из бюджета, занимались неконтролируемой коммерческой рекламой, доходы от которой шли в чьи-то карманы. И используя государственную технику, сотрудники гости радио буквально промышляли скрытой формой рекламы, что было особенно характерно для программы Шарайна. В то время Шарайна потом была переименована в Хабар. Известные журналисты обзавелись бордовыми пиджаками, символами 90-х годов, и в прайд-тайм в новостных программах на главных республиканских каналах в серую рекламировали в скрытой форме на всю страну предпринимателей, успешных бизнесменов и ихний бизнес. Это ставило в неравные условия частные телерадио вещательные каналы, у которых по техническим причинам был меньший охват зрительской аудитории и которые сами формировали бюджет своих компаний. Допустим, у кого-то были метровые диапазоны, кто-то мог транслировать свои программы по республиканским каналам или по существующим техническим каналам, которые были при Советском Союзе. Моей же компании пришлось покупать самой телевизионный передатчик, техническое оборудование, заключать контракты на установку телебередатчика, платить за его обслуживание. И это был не метровый диапазон, это был дециметровый диапазон, который, кто знает, дециметровые сигналы, частоты, они идут, и когда они наталкиваются на какое-то серьезное препятствие, они отражаются, возникают помехи, и совершенно это другое качество, чем у метровых диапазонов. И нужно было усилять эти сигналы. И отсюда я начала работать и сотрудничать с городскими техническими предприятиями, коммунальными предприятиями, с которыми я заключила договорную установку антенн для приема сигнала телекомпании ТАН. И это была отдельная статья за расходы, более, что дорожало для меня, в отличие от других, стоимость затрат и сокращало прибыль. Мало того, что нужно, я на российских заводах заказывала, значит, это было уже получается импорт, импортное оборудование и плюс заказывала вот эти устройства для установки антенны и сами антенны. Все это создавало действительно неравные условия и для последующих каналов, которые открывались уже после телекомпании ТАН. Значит, была очевидна незаконность коммерческой деятельности государственных каналов, а также за рекламный рынок боролись мы, коммерческие телекомпании, которые были созданы, значит, боролись мы и боролись еще другие каналы, которые были созданы с участием, можно сказать, государственных возможностей и государственных оборудований. Таким каналом был КТК, который был создан бывшим директором казахского телевидения Изей Инеховичем Фиделем, алматинское телевидение, созданное Светланой Татенко. И это известные, не созданные, они как бы в какой-то степени это приватизированные, если правильно сказать, каналы. Они вышли, значит, КТК вышла раньше, потому что в принципе условия были, у них были большие преференции и возможности. Это известные люди в истории советского телевидения казахского СССР, которые довольно комфортно себя чувствовали и в рыночных условиях. Таким образом, в 1993 году в РК, в Республике Казахстан сформировался конкурентный рынок телевизионной рекламы, но гость телерадио оставалась на государственном бюджете, как говорится, и при этом полной головой окунулась в рыночную ситуацию и стала источником при этом беспокойства для президента, для Нурсултана Назарбаева, так как гость телерадио Казахской ССР как бы обрело идеологическую свободу на тот момент от коммунистической идеологии, а новой идеологии незамесимого Казахстана не было. Кроме того, слово идеология новые политики боялись как огня. Видимо, вот поэтому она и не была, значит, национальной идеи никаким образом не обсуждалась. В общем, руководство и коллектив гость телерадио стали работать в оперативном режиме по звонкам, обслуживая интересы всех ветвей власти. Позвонят из правительства, приезжают, позвонят с парламента, работают, и вот так вот, плюс, реализовывая свои собственные программы и работая на рекламу в том числе. К тому же, президент Назарбаев не имел лично большого влияния на председателя гость телерадио в то время Шерхана Муртазу, народного казахского писателя, заслуженного деятеля культуры Казахской ССР, имеющего собственную политическую позицию в противовес Назарбаеву. Как я понимаю сейчас, когда на пресс-конференции, ну вот я еще раз повторю, только поняла в последние 10 лет очень хорошо, значит, когда на пресс-конференции я задала вопрос президенту Назарбаеву, пресс-конференция была с представителями для журналистов и представителей средств массовой информации, и я вот на ней задаю вопрос Нурсутану Абишевичу о развитии национальной сети вещания, что телерадио частоты являются национальным ресурсом. А в то время это все, так сказать, как бы никаким образом не регулировалось. Поинтересовалась, как будет происходить регулирование в этой сфере. Потому что как учредитель частной телекомпании ТАН, я, естественно, была заинтересована в распространении программ моего канала. Как я уже ранее объяснила, на более широкую аудиторию Казахстана. На что Назарбаев ответил, что незнаком с этой темой и попросил меня остаться после пресс-конференции и рассказать подробно о той проблематике, о которой я говорила в своем вопросе. с этой пресс-конференции и начались мои рабочие контакты с аппаратом Назарбаева, конкретно с пресс-службой Назарбаева в начале 90-х. Назарбаев создал себе имидж демократа. И я предполагала, что сотрудничество с командой, сотрудничаю на тот момент с командой лидера, который имеет демократические взгляды, который хочет построить свободное общество, демократическое. Но на тот момент трудно было в этом разобраться, потому что все прекрасно помнят его харизматичным, молодым, транслирующим какие-то демократические взгляды. И естественно, будучи где-то в районе 33-35 лет, я естественно довольно еще по натуре романтичная была. Я верила, что мы, что президент и его команды хотят проводить эти реформы демократические. И поэтому была самоотверженно начала трудиться над этой реформой. так сказать. Я со своей командой в 1993 году, примерно это начиналось с 5 человек, с 4-5, подготовила всю, надо сказать, молодых ученых, очень грамотных людей, подготовила всю содержательную, техническую и юридическую части проекта по реорганизации гостелерадио Казахской ССР в общественную корпорацию телевидения и радио Казахстана. То есть мы подготовили массу организационных документов и описательную часть реформы. 4 апреля 1994 года вышел указ президента Республики Казахстан о создании Республиканской корпорации телевидения и радио Казахстана. Тогда же указом президента Республики Казахстан я была назначена президентом РК-ТРК на правах министра правительства Республики Казахстан. Хорошо помню заседание правительства после назначения у премьер-министра Сергея Терещенко, в котором неожиданно для всех принял участие президент Назарбаев. Придя на заседание правительства, он произнёс короткую речь и в заключение сказал, обращаясь к членам правительства, показывая на меня, сказал, мы бросаем её в змеиное гнездо. Я пришёл сказать, чтобы вы все ей помогали. Ей будет нелегко. После чего ушёл, и дальше уже заседание правительства прошло в рабочем режиме. Это смотивировало премьер-министра. Он действительно оказывал, как исполнительный человек, необходимую поддержку. Мне установили прямую связь с ним. Как это называлось, вертушка. Члены правительства начала 90-х ещё были непуганными. Надо сказать, у каждого были свои отраслевые интересы, были трения. Особой помощи я не получила. Можно сказать, наоборот, даже встретила некоторое сопротивление. Не некоторое, а довольно большое. Были и странные выходки от тех, которые ещё мыслили как коммунисты и не перестроились на новые рельсы. Допустим, были даже такие вице-премьеры, которые не понимали, мне кажется, разницу между исполнительной властью, верховной властью и старались угодить всем. Да и премьер-министр не мог на тот момент и последующие не могли создать дух единой команды, дух команды исполнительной власти, кабинета министров. Потому что, как я уже говорила, я потом поняла, что именно этого боялся Нурстан Назарбаев. И он проводил вот эту свою политику, разделяя властву. И люди более опытные, чем я, они это понимали очень хорошо. А я не была искушена в каких-то этих дворцовых интригах. И плюс у меня есть своё особенное своё качество. Ну, оно, наверное, больше связано, как вам сказать, с годом рождения и с датой, как сейчас можно модно говорить. Во-первых, я стрелец по знаку зодиака, рождённая в год собаки. Именно в тот год, когда сторожевой собаки, которая по китайскому календарю, по восточному календарю, можно так сказать, стоит на страже защиты справедливости и правды. И вот только сейчас, уже когда мне 63 года, я стала понимать, что от этого никуда не денешься. Мне некомфортно жить в состоянии лжи. И я лучше предпочитаю сказать напрямую, сказать правду. И с этим как раз и связано то, что я всё-таки решилась по прошествию такого большого количества лет поднимать все вопросы, которые были забаллотированы, искажены, похоронены, оболганы. Пришедшие на смену мне в телевидение старшей дочери Нурсулана Назарбаева, Дориги Назарбаевой. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди понимали, что в то время, короткое, которое я находилась, была проделана большая, огромная работа. Именно интеллектуального плана, что была определённая человеческая личностная смелость взяться за это. Уже вот сейчас, возможно, будучи более умудрённой, я бы никогда не пошла, возможно, на это, понимая, что общество не созрело, общество не готово. Очень много опытных членов правительства и верховной власти. И что, наверное, бы увидела, что уже тогда, в те годы, Нурсултан Назарбаев не зря пришёл к власти, работая локтями и всем, чем возможно, чтобы растолкать, очернить и оклеветать тех, расчистив себе дорогу к президентской власти. Я этого тогда не понимала, не видела. Но сейчас я считаю, что я должна то, что я знаю, что я видела, свидетелем, чему я была, рассказать, потому что это важно для того, чтобы ошибки не повторялись, чтобы власть сменилась, чтобы ставленники любого рода, любой формы, не знаю даже уже, как их говорить, называть их, не могу даже, после расстрелов называть-то их людьми сложно, чтобы они все ушли и пришли, чтобы заработала честная избирательная система, и люди сменялись бы. Вот как, например, в Швейцарии, когда избирается энное количество состава правительства, и которые каждый из них всего лишь год бывает президентом. Спроси какого-нибудь швейцарца, остановив на улице, не каждый скажет, кто президент страны. И в этом все это работает. Система совершенно другая. Это система народной демократии, когда местная власть, именно местные органы власти управляют федеральной властью. Поэтому народные референдумы здесь проходят довольно часто по самым важным вопросам. Мне бы хотелось, почему я еще раз повторю, я все-таки решилась на это. Надеюсь, вы меня поддержите, подпишитесь на мой канал, поможете мне, посоветуйте другим людям, чтобы подписывались. Мне очень хочется, чтобы как можно больше правды узнавали люди. Я знаю только то, что я знаю. Если другие начнут говорить правду, то сложится полная картина вот этого 30-летнего периода лжи, ханжества, разбитых судеб, несостоявшихся карьер очень, я не имею в виду себя, других талантливых и людей, способных были, которые могли бы принести пользу людям. И я знаю, что было много инициатив и в других отраслях. И эти люди живут и сейчас в Казахстане. И сейчас они не могут быть поддержаны, потому что в Казахстане у роли о власти находится назначенец Нурсултана Назарбаева. Были также, немножко отвлеклась, но продолжу. После той презентации на заседании правительства, после неё что-то пошло, а что-то просто, можно так сказать, получились от этого издержки, от столь чрезмерной, неожиданной для меня презентации на высшем уровне, которые в итоге потом поползли слухи, и за что её назначили, и в прессе. Это дало повод для тех, которые составляли мне политическую конкуренцию в дальнейшем, о чём я расскажу. Вплоть до того, что я сама уже прочитала, что я являюсь незаконной дочерью якобы Нурсултана Назарбаева, поэтому он мне делает карьеру. Вот Дарига является дочерью исключительно Сары Алпесказе, но всё это, конечно, как я теперь понимаю, было сделано, возможно, и с участием, будем говорить, Дариги Назарбаева, и в большей степени Рахатом Алиевым, потому что они оказывали всяческое давление на своего отца. В то время они оба находились в неком, по отношению, в сравнении с Тимуром Кулебаемым, в некотором ущемлённом состоянии, и они встречались со мной, много рассказывали об этом. Я у них была дома. И, кстати, того дома, где соседом их был Заманбек Колобаевич Нуркадилов, об этом я, кстати, отдельно сделаю видео. И я хочу ещё раз подчеркнуть, что поклонники семьи Назарбаева, клана Назарбаева, они могут это преподносить по-разному, что это сплетни, что это клевета, или что-то другое. Но я должна подчеркнуть, что когда человек приходит к власти и становится первым лицом в государстве, он должен понимать, что он становится публичным человеком, и он обязан быть прозрачным со всей своей семьёй для граждан Казахстана. И поэтому, так как Нуркадил Назарбаев присутствовал, создал систему несменяемой собственной власти, собственный культ личности, памятников, и вся семья его обогатилась, каждый член семьи стал миллиардером. И если брать дочь, которая здесь живёт, вот недалеко от Женеви, Динару Кулебаеву, у неё там несколько миллиардов, когда она успела заработать, значит, нас, значит, вот, допустим, меня полностью просветили как рентген, и неоднократно весь мой бизнес, каждую мою копейку, которую я заработала, будучи бизнесменом. Я помню Динару Кулебаеву, да и всех детей, начиная с старшей, до Регины Назарбаевой, которые не работали. Как же они заработали миллиарды, и почему нас, предпринимателей, значит, делают преступниками, почему, значит, садят тюрьмы, пытаются посадить тюрьму, отнимают у нас бизнес, оказывают давление, отжимают в лучшем степени. Если ты соглашаешься, дают какие-то копейки. У тебя есть выбор в тюрьму, или, в общем, берите, пожалуйста, только оставьте свободу, и так далее. Уезжаешь, они тебя за границей преследуют, потому что, значит, они хотят, чтобы все работали на них, чтобы все рабствовали. И мне неоднократно поступали предложения работать на их бизнес. Поэтому обогащать их. И вот эта непокорность, она вызывает негодование, а потом массу уголовных дел. Вот это мое небольшое отступление, опять-таки, незапланированное. Значит, вот через короткое время Сергей Терещенко на посту премьер-министра смезнил Акижан Кажетгельдин. И все кардинально поменялось в отношении к моей реформе и ко мне лично. В результате, конечно, ничего не получилось, но вот мне стало понятно, в общем-то, как я уже говорила, цель Назарбаева, который решил использовать мою инициативу по созданию общественного телевидения и радио в своих дальних планах. Ну, о первых планах там сменить руководство, значит, сломать, значит, структуру гостей или радио и не дать создать общественное телевидение, привести собственную, члены своей семьи через переходного руководителя, это ихняя манера. И я думаю, что вот именно так он и хотел привести Доригу во власть, на президентство. Ну, там произошло то, что произошло, не знаем, что... И не можем гадать, а вдруг это еще и случится в другой, в какой-то форме. Но тогда он именно сделал так, когда я ушла в отставку, пришел директ, писатель, на место, которое плохо, значит, руководство корпорации, и который очень молодой писатель, копишев, он не знал даже телевидение, если даже, пусть у меня был небольшой, но был опыт работы на телевидении, я знала структуру телевидения. Значит, был опыт работы в советском телевидении и в частном телевидении, а у него не было, потому что я, придя в корпорацию, пригласила его на работу, это казахско-пишущий писатель, и именно, значит, заместитель премьер-министра, которым был тогда Есимов, он курировал телевидение, было удивительное его кураторство, потому что он был заместителем по аграрному комплексу, по сельскому хозяйству, и вдруг, значит, когда накануне буквально он стал моим куратором, в качестве вице-премьер-министра, и именно он обсуждался в моем начале на первом этапе отставку, потом была, значит, встреча лично с Назарбаевым, и об этом я тоже отдельно расскажу, это очень интересная вещь, это очень интересная не вещь, а как бы состоялся разговор, это интересно. Я долго молчала, но сейчас я как раз хочу сказать, что я снимаю с себя все те барьеры сознательно, я о многом чём молчала, потому что действительно я считала, что не стоит, не стоит говорить об этом, потому что когда-то оказывали доверие, но, значит, вот так они и поступили, окей, но когда вот начались вот эти, моё перерождение, моего мировоззрения, оно началось даже не с тех обвинений, которые были сделаны в наш адрес, и, значит, как, и после той клеветы, и вот этих каких-то 25 уголовных дел, потом организованная преступная группа, семейного типа, которые специально изобрели для того, чтобы удлинить сроки, значит, давности и так далее, это тоже буду отдельно говорить, но, значит, не это даже поменяло мне, сняло барьеры, поменяло моё мировоззрение, о том, что, вот я буду говорить, что ключевым стал 2011 год, когда я посмотрела фильм и интернет, что происходило в Казахстане, как моих соотечественников убивали, что нет справедливости правды, и это вот с этого момента я поставила себе задачу и начала двигаться к правде, для того, чтобы все мои соотечественники узнали как можно больше правды об этих людях, раз они 30 лет правили, они, значит, оставили систему, и они до сих пор не отошли от власти, и правит Казахстаном их ставленник, и опять пролилась кровь наших соотечественников, их пытают и убивают, и здесь всё, что мы знаем, мы должны говорить во имя того, чтобы обличить эту фашистскую власть, этих узурпаторов власти, этих богатейших людей, деньги которых теперь их будут защищать, если их обратно не вернут в Казахстан. Значит, правда, и победа останется на их стороне, народ проиграет, а они окажутся самыми умными. Чтобы этого не случилось, я взяла на себя такую ответственность вести вот этот канал. Не знаю, как у меня получается, буду очень признательна, если вы продолжите, поддержите меня, продолжение моего повествования, конечно, это не зрелищное видео, это неинтересное, возможно, для кого-то видео, но я буду продолжать и надеюсь, что вы меня поддержите. Спасибо за внимание и до встречи на моём канале. Субтитры создавал DimaTorzok